Пойдут море медузы, если вдруг какой-то будет ожог, вот в результате медуз, кором намажьте, там же и алоэ вера, дуванчики, и ростки пшенички и так далее, там разная капусточка, там ингредиенты, которые быстро снимают воспаление и отек. Плюс, что лето еще сопровождает? Отеки, пастозность. И у многих женщин мешки под глазами. Вот если кушать кор за счет того, что он и мочегонный, и редактирует влагу в теле, он убирает пастозность. Мешки под глазами, можно нанести кор наружно в виде масочки, наличика, и не только работаете с разными высыпаниями и порами, еще при этом подтянете кожу и мешочки уходят. Лето, что еще летом страдает? Варикоз, да, многие люди видят, как венки начинают больше проявляться, сосудистая сеточка, тоже кор наружно, то есть вы кушаете хотя бы по чуть-чуть солкор, но кор наружно. Плюс летом насекомые, всевозможные жучки, паучки, комары, клещи, но с клещами это отдельная история, если вдруг найдете на теле, сразу идите в приемный покой, вам быстренько вытащат, но при этом нужно кушать продукт, чтобы тот же боррелиоз имел меньше шансов проявиться. У меня, кстати, есть результат, благодаря продукту Рейн у женщины, очень известного ювелира во всем мире, она украинка, кстати, у нее исчезла болезнь Лайма. Это подтверждено анализами. Это считается вообще, вот тот, кто знает, считается, что это вообще сенсация, что это невозможно, что это нереально. Но у меня есть заключение. Более того, я ее не лечила, я просто отправила к Элите Борисовне Кудиной, которая сделала рекомендации гомеопатия плюс Рейн. Но когда мы подключили Рейн, большими дозами детокс, кор, и хорошо был очень сол, и пьюр обязательно, бактерии полезные. И вот у нее, у этой женщины медикамент. Да, мы будем мониторить, конечно, дальше, но вот на данный момент отрицательные уже показатели. Еще такой лайфхак, да, вот эти все комары, пчелы и так дальше. Кор наносите наружно на укус, но что есть? Сол, кор или бент, но кор лучше всего. И отеки, воспаления будут уходить очень быстро. Есть в зале люди, которые уже убедились в этом? О, видите, сколько уже человек, у тысячи человек как минимум. Замечательно. Еще лето, что? Чем лето чревато для людей? Вот что лето может подпортить настроение? Пищевые отравления. Вот пищевые отравления Рейн не является лекарством, но за счет того, что у нас есть пьюр полезные бактерии с разными семенами, за счет того, что у нас есть детокс, тоже можно очень быстро выйти с отравления. У меня сын 10-летний с... Так, ротовирус, с энтеровирусом он был, с энтеровирусом, потому что это чуть-чуть отличается, ротовирус от энтеровируса. И вот он был, ну за 10 часов он справился с инфекцией, то есть это была рвота, температура 39, за 10 часов. Но я ему каждые 15 минут по кофейной ложечке кор и два стика пьюра в полулитровую бутылку, и он пил у меня вот все это время эту водичку с пьюром. Другие дети, у которых был этот энтеровирус, некоторые и в инфекционке подвинили гели, лежали и капельницы были, и антибиотики. То есть, ну те, у кого был кор, ну Рейн в целом быстрее справились. Еще что летом опасно, кто знает? Ну солнечные ожоги, да, это кор, плюс кто пьет Рейн, прокравление периферических капилляров намного лучше, ожогов термальных от солнышка можно намного меньше получить, мы загораем, но не сгораем. Уже при этом кто заметил? Тоже видите, уже 6-7, 7 рук поднялись. То есть уже без SPF мы можем с детьми отдыхать на море, это тоже намного проще жизнь стала. И чем еще лето опасно? Чем? Фрукты. Разные фрукты, которые некачественно выращены. Это чуть-чуть другое, чем обычное инфекционное отравление, это отравление токсическое. Уже нитраты, пестициды, гербициды. Сейчас видели по новостям, что в Погребещанском районе произошло? Катастрофа. Реально катастрофа. Так представьте, вот эта машина, из которой эти все инфекционные средства вылились в речку Рось. Эта машина ехала, кому-то это должно было быть продано на грядки, на огороды, на клумбы, на какие-то газоны. То есть это на самом деле все равно оказалось бы в грунтовых водах. Может быть не так концентрировано. То есть на самом деле, это только одна машина попала в ДТП. А сколько таких ездит, сколько всего вокруг у нас есть. Поэтому то, что у детей костный мозг вырабатывает уже не обычные клетки, а бластные клетки, то, что у детей лейкозы, это просто результат тяжелых металлов вот в окружающей среде, вот тех вредных металлов. И детокс, такой как Кор, такой как Сол, Сол тоже чуть-чуть чистит, просто мягче. Пьюр обязательно. Такие вещи, они должны быть в рационе детей для того, чтобы предотвратить их от мутации, от этих тяжелых, страшных заболеваний современности. Вот, небольшой такой, да, подвела итог. Лето, вы мне просто...